Любители зимней рыбалки уходящий год совсем не радуют. Несмотря на то, что декабрь уже более чем неделю назад вступил в свои права, дима Верхней Волжи не торопится. Льдом сковало только мелкие стоящие водоемы, пруды, озера и заливы. Правда, тяжести человека выдержать он все равно не способен. За последние 10 дней Верхней Волжи уже погибло 3 человека. Люди осмелились выйти на лед толщиной всего 3 сантиметра. В Канаковском районе для двух жителей Клина экстремальное развлечение обернулось трагедией. Лед их обоих не выдержал, они провалились под лед. В течение двух суток мы искали их тела и благодаря работе поисковой спасательной группы только смогли их найти на третьи сутки после пропажи. В лесном районе в подобной ловушке оказались представители охоты инспекции. На тонкий лед, говорят спасатели, там вышло сразу несколько человек. Того, что добрался до самой середины озера, спасти уже не удалось. Тот, кто вышел подальше, поближе к центру озера, человек провалился под лед. И помочь ему не смогли, потому что не было под руками подручных средств. Ни досок, ни веревок, что естественно привело к тому, что человек просто на глазах у людей погиб. А вот в Твери рыбаки на льду пока замечены не были. И дело, скорее всего, не в том, что люди стали более сознательными. Просто Волга до сих пор еще не успела замерзнуть. Рады этому сегодня, пожалуй, только одни утки, резвящиеся в ее водной глади. Настоящие морозы, по прогнозам синоптиков, придут в областную столицу не раньше конца декабря. Время не самое лучшее, говорят специалисты. Ведь в канун новогодних праздников на рыбалку могут потянуться согретые спиртные напитками тверетяне. О правильном поведении на льду сотрудники ГИМС не устают повторять. Золотое правило безопасного лова – 10 сантиметров толщины льда на 100 килограммов рыбака во всей экипировке. Соответственно, целую группу рыбаков может выдержать только лед толщиной 15 сантиметров. На случай спасения попавшего в беду товарища на зимней прогулке не помешало бы запастись парой простых, но очень нужных вещей. Необходимо, когда вы выходите на лед, обязательно иметь с собой какие-то средства спасения. Как-то доски хотя бы небольшие и обязательно страховочные шнуры длиной 10-15 метров, чтобы можно было оказать помощь человеку, который попал в беду.